Итак, дорогие друзья, когда мы приехали в Турцию, в Стамбул, у нас было всего две сумки, которые все помешались на меня. Сейчас мы прожили в Мерсине полтора месяца. Все хорошо, твои оправдания приняты. И за два месяца у нас превратилось вот это вот в такое чудо. Пришлось на газели это все теперь перевозить. Слов нету, слов нету. Молодец, курочка. Саджо, у нас все дома есть, да? А? А? Че? Тебя не слышно отсюда? А, меня не слышно? Че будем, как это обратно в КЗ повезем? Никак. Оставим здесь. Все. Пока. Пока-пока. Собственно, теперь взгляд с моей стороны. Когда мы ходили на базар, я Эльфату говорила, давай не будем покупать тарелки. Маленькие ложки. Зачем они? Купим две ложки, две вилки, один нож и все. Нет, нам нужна сковородка, нам нужна кастрюля, нам нужна... Короче, как-то вот так выглядит наш переезд. Мы, короче, за ночь перед туром приехали к Сиркану. Мы сегодня у него ночуем. Сейчас мы покушаем и будем собирать... Мы переехали за ночь перед туром, мы переехали к Сиркану. Говорит, вещи своими именами. Все вещи свои принесли сюда. Да. Все это очень экстренно получилось. Да. Теперь мы решили покушать. Нет, нет. Мы решили покушать и пойдем собирать свои вещички. Мы разбираем все свои вещи. Сейчас будем их стирать. Вот так выглядит наша подготовка к туру. Сегодня мы отправляемся в тур по восточной Турции. Мы поедем сегодня в Гази-Антеп, выдвигаемся с Мерсина. И Хафуре приготовила нам такой прекрасный завтрак. Ильфат привез хлеб. Так нас провожают в путь. Мы взяли машину Рено Клио. Капец здесь бензин дорогой. Жесть. Мы заправили неполный бак, но почти полный на 26 тысяч тенге. Ужас! Команда Рика и Морти выезжает в тур. Покажи теперь нас. Расскажу немного о нашем туре. Мы выехали во время рамадана в тур на восток Турции. Начался он 24 апреля и продлился неделю. 30 апреля мы вернулись обратно в Мерсин и посетили за это время 6 городов. Первая наша локация – город Гази-Антеп. Нам понадобилось около 3,5 часов, чтобы добраться до него из Мерсина. Расстояние составило около 300 километров. Дорога была отличная – автобан, но она платная. Отличие платных дорог в Турции от Казахстана в том, что у нас ты оплачиваешь их при въезде наличными или картой, а в Турции тебе приходит счет на машину в квитанции после поездки. Мы приехали в кулинарную столицу Турции, город Гази-Антеп. Вот мы в него вбежаем. И сейчас начнется наш трип по Гази-Антепу. Боже, мы что, попали на Аль-Фа-Раби в Алмате? Что это такое? Это Есентай. Чтоб вы понимали, мы едем по улице одностороннего движения, и вот эта машина просто ехала нам навстречу. Это капец. Мы весь город объехали в 500 раз, чтобы найти, блин, вот такую дырку для вот такой машинки, блин. Нас вот всюду гоняли. Ну и как всегда, я накидала несколько локаций в карте для нас, ведь я самый лучший гид на этой планете. Поэтому давайте отправимся в наш тур в Гази-Антепе. Курицы в центре Гази-Антепа. В центре. Начинаем с музея кухни. Вау! Это нам сюда. Будем сейчас кушать. Мы зашли во внутрь музея кухонь. Здесь принимают только карту, причем карту прикладывают сразу к турникету. Вход стоит 5 лир с человека. Итак, первая наша локация в музее вау. Причем здесь до сих пор на улочках делают эти кастрюльки. Мы бы, наверное, все в КЗ привезли, но... У нас только 30 килограмм багажа. У нас только 30 килограмм багажа на человека. Алина набрала себе вещей. Я не набирала себе вещей. 80 килограмм, блин. О, здравствуйте. Вы тоже здесь на отдыхе? Да, вы. Я тоже. Какой день? 60 какой-то. Здорово, у меня 9. 5-й. 1965. Смотри, какая штука. Сорезная штука. Хочешь такие кастрюльки дам? Только чисто как сувениры. Нет? Пойдем переедем, здесь будешь такие кастрюльки готовить. Хорошо? Ага. Мешалка. Скалка-мешалка? Нет, почему? Что за... А, нет, она вот так вот складывается. А вот это что? Типа мешалка. Гениально. Что это из... А, реальная еда. Я хочу все выговорить из-за есть. Данный музей является первым кулинарным в Турции и был открыт в 1904 году. Основную экспозицию составляет посуда для приготовления блюд. И традиционные турецкие блюда. В музее выставлены на всеобщее обозрение старинные тарелки, кружки и кастрюли, в которых готовили еду на огне, а позже и на газе. О, я хочу это блюдо. Тут старички. Сейчас присоединимся. Ой, что у вас? Почему? Ну, вы же кальяна-то не еб казачьи, это хорошо. Ну, инфига-си у него ресницы или табровище. Ну, а за 5 лир я буду здесь 3 дня ходить. Алина, что? Я заплатила 5 лир. Я эта попка в кадре. Что за цыганка? Не знаю. Но выглядит прикольно. О, чайков-тей. Где? А, вот. Мои глазы. Чайков-тей. Смотри, древний кальян. Отметьте все. У меня не хватит отметок. Довольно скромненький музей. Ну, хотя на 5 лир прям... Что вы говорите? Довольно скромненький музей. 5 тарелок положили и по 5 лир собирают. Одна тарелка, одна лир, ну... Экскурсия в кухонном музее подходит к концу. Ну, а мы идем дальше. Ни фига себе, это жирнова, прикиньте. Музей работает ежедневно с 8.30 утра до 17.30 вечера. Помните, в начале Ильфат говорил о мастерах, которые изготавливают посуду на улице? Из-за того, что сегодня праздник, мы решили сходить все места, которые могут закрыться, это Кале и кухонный музей. Музей-кухонь. А дальше уже пойдем по тем местам, которые точно не закроются. Как тебе, Газиантеп? Классно. Опять красивый город. Он красивее, чем Тарсус. Не в обиду Тарсусу. Нет, так нельзя говорить. Ладно. Газиантеп самый красивый город, который... Смотри. При входе в Кале можно взять карточки Газиантепа. Вот это мне интересно. Супер показать. Смотрите, как красиво. Очень и очень. Мы продолжаем свое путешествие. И сейчас мы в одной из самых популярных локаций города. Это крепость Газиантепа. Я фотограф. Крепость возвышается на холме, высота которого достигает 30 метров. Я каждый раз перед съемкой нового выпуска обещаю себе изучить новые истории про вот эти вот окрестности, в которые мы поедем. И что ни разу ничего не получилось. Ну, потому что у тебя есть суперчеловек, который озвучит все видео. А ты изучала вообще, что за история этой крепости? Точных сведений о времени постройки архитекторе не сохранилось. Известно лишь то, что история Кургана насчитывает около 6 тысяч лет. А свой современный облик крепость приобрела в 6 веке нашей эры при императоре Юстиниане. Ты была когда-нибудь в крепости ранее? Ну, нет. О, вы даже тут отдыхаете? Девушка, может, перестанете за нами ходить, а? Хорошо, я постараюсь. Крепость состояла из 36 башень, но сегодня сохранилось только 12. Вау! Ой, это что за вид на город? Привет, Газиантеп! Как дела? Домбра, давай сюда. Курочка, как думаешь, почему эти люди так высоко жили, если б люди жили, были пчелами? Я думаю, что это какая-то стратегическая миссия, когда ты видишь всех сверху вниз и смотришь на них с высока, высоко мерным. Нет, на самом деле, реально, ты видишь всех, к тебе трудно подобраться, у тебя в безопасности. Ну, тяжко сейчас. Блин, подниматься, прикинь, как они с пакетами с Магнума шли. Я не знаю, как давно она отключилась, курочка. Может, весь наш юмор пошёл. Пошёл к году под хвост. Да. Просто так ходили, шутили. О, здесь прохладно. Ой, я хочу прохладно. Давайте зайдём с вами в крепость Газиантепа. Давай, ты же учила, рассказывай нам про эту крепость. Я расскажу, я расскажу, но не сейчас. Это что такое? Да почему так красиво? Тут я просто. Вход туда. Там вход, вот здесь. Здесь? Вот здесь вход. Ну, так тоже можешь, если сможешь пройти. У нас бы попросили студенческий. Да, выглядит. Ну, в смысле? Не топ-капе. Нет, конечно. Топ-капе одна такая. Алину посадили в тюрьму за красоту. Так и есть. Она пожизненная, за внутрисмертную красоту. Пока. Пока. Капец у тебя камера вообще. Я выключаю. Честная, тесная. Раз, два, три. Включай. Да. Мне кажется, это выход на башню. Я надеюсь. Я не знаю, от кого они эту крепость построили, но, по-моему, она вообще не приступна. Ни пушками, ничем. Сохранившаяся надпись на главных воротах говорит о том, что две башни около крепостного моста и главных ворот обновили при султане Сулеймане в 1557 году. Помимо всего прочего, в крепости был свой хамам. Прикольно, что они так хватаются. Можно поменять девушку, и никто не заместит разницы. А теперь мы пойдем на знаменитый Газиантерский базар. Мы зашли в магазин сладостей, выбрать что-нибудь себе. Посмотрите, что здесь есть. В магазине сладостей мы купили по килограмму вот такой вкусной штукенции. Ну и, конечно же, турецкая колония. Ну а Газиантепская баклава занимает в нашем сердце отдельное место. Символом Газиантепа является такая обувь, которая называется Еменской. И мы с Альфатом, конечно же, не удержались и купили себе парные черевички. Пришли покушать, как нам сказали, самое вкусное место в Газиантепе. Нам так хвалили это место, но, к сожалению, поужинать у нас здесь не получилось. А почему? Смотрите далее, и вы будете в максимальном шоке. Но нам разрешили снять интерьер, и посмотрите, как здесь необычно и красиво. А ты не пойдешь? А почему здесь кушают? Мы пришли покушать в заведении Есимека. В заведениях Антепа есть какая-то своя душа, и это очень даже завораживающе. Посмотрите, как здесь прикольно все обустроено, и мы ни капли не пожалели, что выбрали именно это место. Мы изначально говорили, что если бы Турция была домом, то Газиантеп был бы в ее кухне. Но нынешние турки переделали, и говорят, что если бы мир был бы домом, то Газиантеп был бы в ее кухне. Поэтому сейчас мы здесь, в Газиантепе, и мы будем пробовать их кухню, и скажем вам, насколько эта пословица верна. Ну а мы взяли всего и понемножку, чтобы попробовать друг у друга газиантепскую еду. Попросили официанта нам подсказать, что же лучше, и взяли все, что он сказал. В общем, еда в Газиантепе очень вкусная. Нам все понравилось. В принципе, все было нормально до того момента, пока мы сидели и пили чай. И к нам подошел официант и сказал, можете ли вы уйти, потому что другие люди хотят сесть за ваш стол. И мы такие, понятно, ладно, хорошо. И в общем, пока мы собирались, нам не давали нормально выйти, они просто хотели сесть нам на голову. Типа, что за, что за бред вообще? Да, вон они, кстати, на заднем фоне. В общем, ребята, мы сегодня посетили много всяких разных мест в Антепе. Это, по нашему мнению, такая мини-версия Стамбула. Здесь есть и ультра-современные районы, ультра-старые районы. С такими замечательными крепостями, мечетями, старыми музеями и тому подобное. Здесь замечательная кухня, лучше Стамбула в тысячи миллионов раз, честное слово. Типа, они какие-то извращенцы и несовместимые вещи делают совместимые. И их кулинария, я не знаю, как её описать, это капец, как вкусно, всё, что мы ели. Много чего мы ещё не попробовали, но я думаю, попробуем в следующий раз обязательно, на обратном пути. Сейчас у нас выезд в следующую локацию Урфу. Либо мы сегодня здесь заночуем, либо мы поедем. И всё. Вперёд. В Антепе ещё люди любят покушать. Так как толстячков здесь намного больше, я ощущаю себя намного уютнее. Как будто в другом братке. Смотри, полная улица, где мы машину оставим. Там у нас на капоте, наверное, тоже кто-то ест. Сейчас проверим. Блин, я так обожрался, я бы ещё хотел какой-нибудь кебаб попробовать в Антепе. Завтра попробуем, если мы здесь останемся. В общем, в Газан-Тепе такая интереснейшая традиция во время ифтара. Одновременно с Азаном бьёт с крепости пушка в воздух. И это... Типа мы вообще этого не ожидали. То ли война началась, то ли что. И оказывается, можно кушать. И теперь весь народ, все-все-все начали кушать. Многие кафешки нас не принимали из-за того, что они начинали готовиться ифтару. И теперь я понимаю, к чему они готовились. Смотри, как саранчак какая-то напала. Весь Антеп сейчас съедят. Пыр и тучи направо. Париж, конечно. Как думаешь, тут всегда так или это из-за праздника? Кажется, из-за праздника. Город настолько нам понравился, что мы решили найти классный отель, остановиться в нём и завтра продолжить наше путешествие по Газентепу. Мы нашли отель. Теперь мы несём наши вещи в наш номер, который мы сняли. Да. Эти королевы делятся, размножаются делением. Была одна, за одной чемоданой таскал. Ещё одна добавилась. Я теперь, блин, как этот. Мы припарковали машину, сняли номер в историческом центре Газентепа. Исторический номер. Да, очень. Потому что мы в нём остановились. Это будет история отражена. Очень такое старое здание, очень красивое. Со своей какой-то душой. Девушка, вы надоели уже за нами ходить. Итак, вот так выглядит наш номер. Кидай. Ручка. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Посмотрите наш любимый бар. У вас есть что-то внутри? Чинналист. Где? Вон. Здесь есть только вот такая вода, комнатной температуры. Я не буду её трогать. Расстать. Царицей. Царицей. Смотри, какие у тебя окна. Эти окна божественные. Завтра ещё поснимаем номер с утра. При классном освещении. Посмотрите, какой ключ от номера у нас. Причём тут Антеп оказался город рукодельников, мастеров. И вон Эфебей, Кунаклама. Как Эйрбин. А вот здесь Ода номер 03. Комната 3. Короче, у вас... Ой, прикольно, смотри, какой. Потолок? Нет, не потолок, он светильник, видишь? Старинок. Как думаете, что было дальше? Да, мы позвонили Серкану и сказали, что остаёмся в Газиан-Тепе с ночёвкой. И он позвонил своему соцслуживцу, попросив его показать нам город. А он, в свою очередь, приехал с другом. И что? Да, всю ночь водил нас в Газиан-Тепу. 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 Так ждал я этого хала и кончился, когда я зашёл. Говорила тебе раньше, иди. А, до мира, смотри, у нас. Домбра, на солнце. Некоторым мечтам просто не суждено сбыться. Антепская баклава отличается от других городов тем, что она менее приторно-сладкая, и благодаря этому можно раскусить её истинный вкус. Он по-настоящему божественен. Итак, мы пришли покушать национальную баклаву в Газиан-Тепе, которая называется Катмер. Вот так выглядят сие произведения искусства, которые сейчас разорвёт наши сосочки пищевые. Будем пить с чаем и расскажем вам, как нам. Расскажи, как это? Это что такое? С маленьким тестом. Очень фисташково. А ты? Домбра. Как ты так могла сказать? Это нереально вкусно. Это что-то с чем-то, это не великолепно. Я такой баклавой жизни никогда не ем. Это не сладко, это не приторно-сладко, но чуть-чуть подслачённо и очень фисташково. Тоненькое тесто, в нём, смотри, просвечивается оно. Всё, благодаря Мадине мы едим эту вкусняшку. Мадине. Спасибо. Карамельные леденцы в Газиан-Тепе делаются ещё со времён Османской империи. И посмотрите на продавца этих леденцов, как он атмосферно и по настроению одет. 400 лет вот такую штуку делал в Газиан-Тепе. Они хотят нам это купить? Да. Девочку или тебе тоже? Да. Да. Я думала, ты ко мне. Подождите, я думала, у меня свидание с турками. Я думала, ты ко мне купят. Нет, разве? Нет. Познакомьтесь с нашими новыми друзьями Нурла и Хусейн. Там мера есть? Да, может. Почему мой зайка сначала отдал тебе, потом ему и только мне третий, чтобы не политься, что он тебя влюбил. Окей, понятно. Мы пробуем Газиан-Тепскую сладость, которую нам купили друзья Серкана и тоже как он не берут с нас деньги опять, нам опять стыдно. Нет, не стыдно. Сейчас попробуем. Капец, она вкусная, еще мягкая. Капец, вкусная. Ну и, конечно же, знаменитая турецкая игра мороженым. Мы пришли пить чай в Тутунхане. Смотри на двери. Какие-то супер-лакшери двери. Это что за место? Пещера прям, прикинь, пещера. Музыка. Смотри. Бар? Ага. Нифига себе. Здесь кухня. Здесь тоже можно кушать, просто здесь в пещере холодно чуть-чуть, и поэтому мы будем кушать наверху, на реку. Смотри. Это кафе работает с 1280 года. Как тебе такое, Илон Маск? Вот это вот. Пойдем. Ты со своим этим, как его? Халай. Халай. А что ты тут делаешь? А зачем ты садишься между нами и портишься? Зачем он портит все? У меня это цветок. Мой Жанулька подарил мне это. А этот портит наше общение, нет? Покажи. Сегодняшний наш вечер продолжается, и мы курим кальян. Где? В Казиантепе. Хусейн Дабур, да? А? С нами Хусейн. А? Я не знаю, что мне сказать, мне очень стыдно, потому что они опять не дают нам ни за что платить. Не напоминает Серкана чем-то? Очень напоминает Серкана, я в следующем городе не буду звонить. Ты не будешь звонить серкановским друзьям в других городах? Я не буду звонить серкановским друзьям в других городах, потому что капец как неудобно. Но такую кафешку мы бы без них конечно не нашли. Что это посреди базара, какая-то пещера. И эта кафешка существует уже сколько? С 1208 года. С 1208 года это сколько? Восемьсот лет? Восемьсот. Восемьсот двадцать лет? Нет. Что? В 2008 было восемьсот лет, правильно? И еще двадцать четыре года. Ну, восемьсот двадцать четыре года, да? Да. Как ты считаешь? Тысяча двести восьмой год. Тысяча двести восьмой? В 2008 было восемьсот лет. Ну, плюс еще двадцать четыре. Восемьсот двадцать четыре. Я курю кальян в газианте. Урок математики на ночь. Сейчас мы находимся на кафе. Восемьсот. Опять какие-то сухие штучки. А наш первый день в Газиантепе подходит к концу. Мы возвращаемся в свой отель и увидимся завтра во втором дне в прекрасном городе Газиантеп. Ну и, конечно же, не забываем делиться этим видео. Подписываемся на наш канал. Ставим лайки и пишем комментарии. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok